добрый день дорогие мои друзья итак мы продолжаем строить с вами вот такой вот жакет моделировать вернее не строить а моделировать потому что о базовой конструкции в данном случае речь не идет мы предполагаем что мы ее строить научились для того чтобы открыть нагрудную вытачку вот в этот подрез который заканчивается входом в карман мы на калечку переводим боковую часть вот эту боковую часть затем закрываем вытачку закрыли вытачку вот так моделирование перевод вытачки правило первое да и она у нас открылась куда вот сюда и вот посмотрите какие припуски давайте это сейчас обозначу поярче значит как сейчас стала выглядеть наша выкройка вот так после моделирования да это плечо вот это у нас пройма вот это у нас бачок так вот эта линия входа в карман которая продолжаться будет на дальше и обработка там такая непростая я бы сказала вот видите как получилось у нас да вот это то и вот те припуски минимальные которых я говорила сложное место это у меня сейчас еще вытачка нагрудная достаточно большая а если бы эта вытачка была совсем маленькая то сами понимаете то вот этот уголочек оказался бы где-то здесь и вот здесь было бы совсем крошечное расстояние сейчас то у меня тут сколько вот полтора сантиметра на самом деле даже двух нет вот ну не люблю я такие модели но раз попросили хорошо рассказываем вот так вот на этом мы как бы закончили ответ на вопрос лена диаковой как размоделировать и как освободиться от бокового шва как убрать боковой шовчик и оставить только вот такие вот рельефчики и в то же время сохранить вот эту вот вот этот подрез вытачку все на эту тему больше не говорим напомню только главный вывод который мы в прошлый раз с вами сделали нам нужно обязательно увеличивать вот эти вот талиевые вытачки вернее не увеличивать а уменьшать талиевые вытачки для того чтобы увеличивалась прибавка по талии то есть более плоским делать свою конструкцию более похожим на такой вот вариант мужского жакета про эту историю если время останется расскажу попозже поподробнее можно даже это все сделать пока пусть так остается как есть а мы сегодня я хочу вам рассказать об английском воротнике классическом который строится на основе базовой конструкции для этого для того чтобы оформить этот воротничок мы должны прежде всего найти линию края борта для того чтобы найти линию края борта напоминаю где здесь линия края борта вот она линия края борта как называется вот эта линия я уже вам говорила неоднократно смотрите тему воротники на ю тубе эта линия называется линия перегиба лацкана как называется вот эта линия это называется отлет воротника отлет воротника я уже вам показывала выкройку английского воротника. Но я думаю, что имеет смысл по-другому немножко, вне зависимости от этого. Но имеет смысл повторить ее уже в точной привязке к нашей базовой конструкции. Итак, да, и расстояние от линии серединки нашего изделия до края борта, вот это расстояние, называется полузаносом. Потому что если весь занос, вот там я штрихами изображаю продолжение левой полочки, да, весь занос будет большой, а это будет половинка. И обычно это выбор полузаноса зависит от пуговички. Допустим, я хочу применить пуговичку 2 см. Значит, я ее откладываю 2 см влево и провожу линию наверх края борта. Значит, 2 см это полузанос, а вот эта линия, это линия края борта. Теперь я выбираю первую пуговичку. Помните, говорили тоже в прошлый раз, да? Ну, объемы сейчас у нас уже большие, поэтому мы можем выбрать в принципе и на талии, но все равно я делаю выше талии. Не люблю я делать ниже талии или на талии. Расходится грудь, раскрывается. Но где-то, где-то, где-то все-таки я бы вот посерединке. Самое безопасное место – это средняя часть от линии груди до линии талии. Померите себе вот это расстояние, разделите пополам и вот это у вас будет первая пуговичка. Соответственно, вторая пуговичка может быть вот здесь. Может быть, на примерке вы захотите и попросится у вас третья пуговичка. Может быть. А может и нет. Все зависит от того, какая у вас фигурка. Обращаю внимание и повторяю еще разочек. Значит, если вы выбрали расстояние между пуговичками, вот оно у вас повторяется, да? То расстояние от нижней пуговички до длины, до линии низа должно быть всегда побольше, чем расстояние между пуговицами. Если здесь 9, то тут не может быть 8, а должно быть 10, 11, 12 и так далее. Тоже очень важная история. Лацкан. Линию перегиба лацкана сейчас будем определять. Я ее опускаю ниже уровня первой пуговички на краешке борта буква L. Вот она, да? На крае борта. То есть отсюда будет начинаться у меня, вот она, буква L, будет начинаться линия перегиба лацкана. Вот буква L. Линия перегиба лацкана, которая пойдет наверх. Дальше. Вот это точка А, начало нашей горловинки. Я, как правило, горловинку не расширяю. Многие расширяют горловинку, но я считаю это не очень здорово, потому что, потому что шея там начинает болтаться как карандаш в стакане иногда. Но иногда, когда размер большой, действительно ее можно расширить на один сантиметрик, на полтора. Но мы пока, ну это легко сделать и на примерке. Вы на примерочке это все увидите и поправите. Лучше вырезать на примерке, чем вам будет не хватать. Я наблюдала просто такие истории, когда закройщики на пальто, настолько расширят вот эту горловинку, что пальто на худеньком человеке, ну прям теряется. И все становится испорченным каким-то. Итак, я на продолжение, на продолжение вот этой вот линии плеча влево, я откладываю один полтора сантиметра. Вот отложила полтора. Так я выбрала линию перегиба лацкана. Вот эти полтора сантиметра запомнить. Вот эти два полтора сантиметра запомнить. Вот сейчас у меня идет линия перегиба лацкана. Вот эта линия перегиба лацкана. Затем, вот что у меня, вот эта линия у меня изобразилась и нарисовалась, вот эта линия перегиба лацкана. Теперь с левой стороны я должна нарисовать сам лацкан. Видите, я могу сделать его большим, вот таким. Могу сделать совсем маленьким, вот таким вот, да. Все зависит от того, что вы хотите. Поговорим, как всегда, о золотой середине, то есть о какой-то классике жанра, да. А классика жанра – это либо продолжение вот этой линии. Очень широкие лацкана, можно их сделать и вот с таким отведением на самом деле, да, выбрать. Но я их не очень люблю, они делают громоздким наше изделие. Они увеличивают вот эту массу, какую-то вот лишних вот линий, нагромождение идет в области груди, выше груди. Мне это не очень нравится, гораздо изящнее смотрятся небольшие лацканочки. Поэтому уменьшить, вы как всегда уменьшите, это можно вот так, да, выбрать. Но мы оставим, допустим, вот такую вот золотую середину. То есть пусть у нас линия продолжения нашего края борта, она и будет потом линией лацкана. Отлетом нашего воротничка. Вот эта линия называется отлет воротничка. Я, по-моему, что-то зарпортовалась, сказала вам не то. Но у нас нет еще вот этого верхнего воротника. То есть лацкан, он дорисовывается к нашей выкройке базовой, а вот эта верхняя часть отрезного воротничка английского, она достраивается потом. И сейчас наша задача выбрать вот этот шов. Это горловина наша. Это наша горловина. Вы можете сделать вот так. Раз, два, три, четыре. И уйти вот так сюда. И это будет овал. Но овал делать не принято. Давайте сделаем не овал. Давайте сделаем уголочек. Посмотрите, я заменяю. То есть вот можно было оставить. Помните, я еще вам говорила, что вот эту линию горловинки нужно немножко спрямлять, когда мы работаем с воротничками. Видно? Видно. То есть линию горловинки я всегда спрямляю. Спрямляю, то есть вот эту линию на полтора сантиметрика. Как бы делаю более плоской. Вот такой вот, да? Сделали. И тогда убираем лишнее. Рискую, работая с вами. Не знаю, что получится. И тогда можно просто, вот как рука у вас идет, и не спорить с ней. И вот так вот увести. И вот вам уже нижняя часть появилась. Я имею в виду вот этот уголочек. Вот этот вот уголочек появился. Посмотрите, он где у нас. Он у нас вот он. А вот это, это точка В. Вот эта точка В, она у нас где? Она у нас вот она. Вот эта точка В. Вот точка В. И отсюда же начинается у нас верхний воротничок. Люблю в английских воротничках, когда нижняя часть, вот эта часть лацкана, видите, вот какое у нее расстояние, она равна длине боковой части верхнего воротничка. Смотрите, этот отрезочек равен вот этому отрезочку. Я так люблю. Я не люблю вот такие воротники. Посмотрите, какие они нелепые смотрятся. Или наоборот, вот этот коротенький воротник, а этот вот такой вот длинный. Хотя формы этих воротников могут быть самые разные, но не люблю я, когда они одинаково. Если вам нравится, делайте, пожалуйста. Но вы должны понимать, как это сделать, мои хорошие. Вот я вам сейчас это все и рассказываю. Так как я выбираю для себя верхний воротничок вот такой же, вот так, как вот это, мне уже стала известна боковая часть вот этого верхнего воротничка. И смотрите, я практически ее вот так сюда подрисовываю. Так как у меня вот так, да, раскеп это называется. Вот я и выбрала вот этот раскеп. Я его нарисовала. Дальше у нас пойдет оформление этого воротничка. Но смотрите еще, о чем хотела я вам сказать. Значит, можно оставить и овальную, вот эту горловинку, можно сделать с уголочком. Давайте сначала оставим овальную эту горловинку. То есть линия, вот овальная, она обрабатывается легче. Вот эта линия, да? Не надо искать уголочек. Это технологически выполнить проще. Но если вы оформили вот эту линию горловины с уголочком вот такими вот, вот такими линиями, то лежать это будет лучше. Смотрите как, вот так. Допустим, я бы выбрала, да? И вот так. То есть у нас два варианта есть. Можно сделать линию горловинки, куда будем втачивать верхний воротничок с уголочком. Раз и два. Сами выбрали, сами нарисовали. А можно сделать ее вот такой вот овальной. Ну что, некому мне ответить на вопрос, что оставить, какое, чему отдать предпочтение. Ладно. Давайте делаем овальной. Пусть будет овальной. Итак, мы выбрали овал. Овал это вот она, общая сейчас часть. Но для такого воротничка поступают следующим образом. Вот это у нас точка А. Эта точка А всегда была, да? Мы от точки А вправо, вот сюда от этой точки А вправо, откладываем 1 сантиметр. И я уже сейчас буду, я уже нарисовала воротничок для лацкана. Смотрите, как я его нарисовала. Вот у нас круг замкнулся. Плечо вы будете кроить, да? Раз мы на овале остановились. Можно увеличить. Давайте для красоты увеличим все-таки. Убрать всегда успеем. Вот я расширяю. Раскеп делаю чуть-чуть побольше. Ну, своя рука владыка, чтобы просто детали даже покрупнее сейчас были, чтобы вам было виднее. Видите, я увеличила вот это расстояние. И вы можете это делать, можете это не делать. Просто сейчас вам будет как бы это виднее. И так очень мелко все мы тут работаем, да? Вот видите, что у вас получилось в основе. В основе, давайте я вам прям покажу, что у нас получилось. Итак, у нас получилось плечико, потом овальная часть горловинки, потом лацкан, который переходит в линию края борта. Это отлет воротника. Вот эта часть называется до буквы Л отлетом воротника. Нижняя часть вы будете вырезать, потом вы будете вырезать рельеф, потом вы будете вырезать вход в карман, потом вы будете вырезать левую сторону подреза, потом правую сторону подреза и вход в карман. И будет продолжение рельефа и пройма. Вот так круг у вас замкнется. Вот так получится у нас будет выглядеть наша центральная часть. Ну и тут надо сказать, что еще можно, я рядышком просто вот так нарисую, еще можно опустить вот эту точку, центр груди, можно опустить на 2 сантиметра, на 3 вниз, помня про нашу зону недоступности. Ну, я думаю, что это тоже не будет для вас каким-то там большим откровением. Вот так вот, да? И вот так. Мы с этой частью закончили. Что там? Опять время заканчивается. Так тороплюсь, потому что воротничок хочется рассказать. Итак, мы сейчас зеленый контур, это мы видим нашу нижнюю часть. Сейчас переходим к построению воротника. Для того, чтобы построить этот воротник, ставим карандашик в точку А. От нее вправо, вот сюда, отодвигаемся на 1 сантиметр. Затем восстанавливаем перпендикуляр к плечу. Видите, прямой уголочек между плечом и вот этой линией. Какой длины? А длины такой, какая у нас длина горловинки. Вспомните цельнокраеные воротники. Вот так, да? И я сразу ухожу от этой истории, потому что я вижу, что дальше мне надо сделать еще один воротник, и еще один воротник, и еще один перпендикуляр, и еще один перпендикуляр. И очень сильно ломается отлет вот этого воротничка. Поэтому я буду восстанавливать не перпендикуляр, потому что я вижу, что форма этого воротника мне уже не нравится. А я сделаю вот такой вот наклончик. Но прежде чем сделать наклон, отойти от этого перпендикуляра, сделать свой воротничок более плоско лежащим, я оформлю сам воротничок. Вот посмотрите, вот это мы уже тоже наращиваем на тот же самый сантиметрик конец воротничка. Вот эта линия зелененькая, которая у нас соответствует горловинке, она для воротничка переехала у нас на один сантиметр. Как бы воротничок ее перекрыл вот сюда. Так? И дальше я выбираю вот такой наклон, равный длине вот этот отрезочек. То есть я как бы иду в продолжение вот этой линии спокойно. И вот это расстояние у меня 9 сантиметров. Это у меня линия воротничка, втачивание воротничка в горловинку сзади. Затем я восстанавливаю перпендикуляр. Это будет середина воротничка сзади. Длина этого перпендикуляра равна 6, 7, 8 сантиметров. Затем третий перпендикуляр я строю, вернее, ну, не важно уже какой, параллельно. Вот на этом участке я иду параллельно. Это задняя часть воротничка у нас получилась. Видите как? Потому что вот это, отлет воротника сзади, он параллелен линии втачивания воротника в горловинку. И уже затем я заканчиваю вот эту историю. Вот у меня получилась практически вот такая прямая линия. Вот и все. Вот и все. А если положить нашу линеечку вот так и вспомнить, как мы строили отдельно воротнички, у нас и получится то, что я вам там показывала. Вы можете легко это посмотреть. Вот так, мои дорогие, опять уже 20 минут у нас доходит. Посмотрите, что у нас получилось. Вот у нас получился вот такой вот воротничок. Приточной английский воротничок, как мы его построили. Потихонечку смотрите, писать ничего не буду. Можно еще поговорить про рукавчик двухшовный, чтобы закончить эту тему. Но двухшовный рукав очень хорошо показан у меня на ютубе. И везде хорошо, и в школе, в видеошколе тоже он очень хорошо разобран. Так что я отсылаю вас туда. И на этом, наверное, отвечать на вопросы Лены Дьяковой мы закончим. У нас три занятия получилось, посвящено вот этой вот нашей интересной достаточно теме. Три занятия, на которых, я думаю, что мы и на вопрос ответили, и даже больше того, мы научились с вами строить вот такой вот английский воротник. Поэтому, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, ставьте свои лайки, помогайте каналу, как можете, и приходите в Москве ко мне учиться. 29 сентября начинаются очные курсы. Хоть списочный состав у меня и набран, но я набираю резерв, потому что все равно кто-то из тех, кто записался, не придет. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко. Задавайте вопросы. Продолжение следует...